Любовь и благодарность, дамы и господа А, блин, у меня постиралась машинка Сейчас Надо бельё сходить вытащить, потом подложу запись Да? Блин, так неохота идти У меня ещё балкон, кстати говоря, открыт Как раз я схожу бельё Постирку Заберу Развешу И балкон закрою Хотя у меня в гарнитуру как бы не захватывает, мне кажется Шум с балкона не захватывает Ну, короче, надо Сейчас схожу и сделаю О, я вернулся Блин Так, всё круто Блин, работает хоть микрофон-то Так, ладно Ой, что-то мне так хорошо Я сегодня ходил к бабушке Жара у нас тут В моей курганской Дании Ой Я, кстати, сходил По дороге, пока шёл То есть я как-то шёл обратно к бабушке Сегодня, кстати, сегодня суббота Первое июле Июля 2023 год Я Сегодня у меня Должны По идее быть Теоретические занятия Раз в неделю проходят В автошколе Но сегодня Их нет В общем, я пошёл И бабушке Вот Попривет Попривет Блин Толбанная сирена, сука Зато я Закрыл Балкон Теперь Никакого лишнего шума не будет В общем Сохотел Да Сохотел Что-то устал А, есть хочу Вот что Есть хочу Но раз уж Вся записываться видео Видео писать Мне, кстати, девочка говорит, что я почему такой тёмный ракурс выбрал По-моему, всё светлое Всё такое Светлое Жёлтое И фон такой Светящийся Как будто У меня сзади Солнце То есть Оно и так сзади Но Только оно Не прям сзади А далеко Далеко Ладно В общем Дима Дима нарисовалась Ну Ну Как нарисовалась Я, кстати, вторую постирку ещё закинул Машинка у меня, конечно, громко шумит Доисторическая Но она всё равно эту гарнитуру не захватывает Рассковорное видео будет такое полталка Кстати, а насчёт шары Я пока шёл обратно Вроде как бы ветром обдувает Я сейчас выходил Забрать из Ватбрис Доставку Заказ У меня тут рядом Я вышел Ну, пришёл домой уже Как бы заходил в душ Голодной водой моюсь Горячий отключает Ну Помылся, короче И Пошёл Пошёл Спуститься, короче В Ватбрис за заказом Вхожу И такая жара прям Я не ощущал эту жару пока шёл А тут У меня как бы в квартире прохладнее, чем На улице Понятное дело Ещё в душ Холодный Как бы умылся И вышел на улицу Такая Прям Обжигающая Такая горячая Прям Горячий в воздух Утарил Из подъезда особенно Выходишь В подъезде тоже Так прохладно Ладно Тихо Твертая Руки у меня Сухие Но Я То, что Такой Думаю пока сижу Болтаю Может крем какой-нибудь взять Тут Руки Нам Кремом Блин, зря Сейчас Рука будет Три жирная А мне надо Мышку взять Надо прочитать Вопрос Владик мне Попросил раскрыть Тему В инстаграме Он мне в делик написал Я сейчас просто Зачитаю Чтобы Как бы Самому Вопрос Не формулировать Хотя бы Констриция Сегодня ещё Блин Примагерская Фиговая Но я в неё не хотел ещё По дороге попалась Что-то зашёл Думаю Попробую Там девочка Зашла школьница Блин У меня придётся Стоя тысячу Чё-то там С лишним Короче Но я просто Разговор услышал У меня 400 рублей И то это Как бы Дурак Есть у нас В городе За 250 рублей Я Последнее время За 350 Всё Время Стригся А тут Зажёл другую У них даже терминал Блин Тлеопада Карточкой Мне пришлось Ещё Наречку снимать И стричь Она как-то не очень У них Чем дороже Паримахерская У них понятие Типа Надо стричь стричь Вот она Кромсает 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 Я ей говорю Мне надо Под ноль Брать Всё с боков Говорю Стрижка Бокс Переход С нуля А Ну Нормально Чёлку Можно Всё Нет Она начинает Кромсать Нивелировав Прорежать Всё Кромсает Вот Если В дешёвую Блинмахерскую Они Они долго не стригут А убрала То что я попросил Там допустим Чё-то подровняло Всё Нормально А это чё-то кромсает 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 Потом Чё-то Чё она кромсала В итоге Всё скромсало У меня Волос не осталось Взверху Как бы Пофиг Просто Бред какой-то Ладно Буду Раскрывать Тему Которую Попросил Владик Зайду В директ Владик пишет Ты как-то затрагивал Тему Толерантности И борьбы с Расизмом В современных Фильмах Что сейчас Снимают Много Фильмов С темнокожими Актёрами В главных Ролях И многие Начинают Возмущаться Типа Не канон На самом деле Я бы Не сказал Что я затрагивал Эту тему Просто Я Как бы Эмоциональный Достаточно Такой Человек И Меня цепляют Что-то Какие-то Моменты И В общем-то Может быть Я даже и не поднимал бы Но поскольку у меня был канал Я поднимал эти темы На канале На своём старом Который уже удалён Просто Дело в том, что Вроде как бы Стримишь И надо о чём-то говорить И какие-то темы Затрагиваешь Я Достаточно свободных взглядов В принципе Да И я Свободно смотрел На многие вещи И В моём понимании Так и должно быть Никто не должен быть Ограничен Там И вообще У меня взгляд Достаточно Такой Очень широкий Кругозор Такой Свободомысли У меня Такой Знаете Карета моё Так Получается Что я Я же тоже как бы Развиваюсь Да, не стою на месте И я уже в принципе Ушёл от этого Меня уже не беспокоят Эти вещи Ну то что Люди Для меня Эта тема Она уже как бы Неактуальна То есть Люди продолжают В этом говорятся Как бы Ну Отсталые То есть И те кто за И те кто против Кто в этом Кто в этом говорится Это как бы Для меня Это уже Прошлое То есть С тех пор Как я поднимал Эти темы И Как бы Высказывался То есть Всё Я высказывался И для меня Это уже Неактуально Я уже Вперёд Ускакал Меня уже Это не интересует Я уже живу Другими вещами То есть И для меня Как бы В этом говорятся Оставаться в этом Это Примидивизм Возвращение Да То есть Регресс Но Я могу конечно же Разкрыть тему Но тут всё просто Так получается Что я Достаточно просто Вообще Смотрю на всю жизнь Как говорят Люди Там Вот Вселенная Люди Живут В придуманном Мире В каком-то Случайном Вот В этой реальности И они Начинают Так серьёзно Относиться И вот В фильмах Снимают фильмы С чернокожими И они Типа такие Там Средневековое кино Причём Чернокожие В средневековых фильмах Были ещё В 90-х Есть старый фильм С Кевином Костером Робин Куд Уже там Главный герой был Чернокожий То есть Не Робин Куд А Робин Куд Кевин Костер играл А там ещё какой-то был Я очень запомнил это Хорошо А сейчас А сейчас это стало Как-то актуально Сейчас очень Сериалы Стали популярными Тематика сериалов Их прикольно Смотреть Они Серия Сериалы Идёт недолго Как-то Как-то Люди Подсаживаются На сериалы И поскольку Этого контента Много А тема Как-бы Актуальной И хайповой Стала Что можно Чернокожих Как-бы Можно и нужно Актёров Использовать Для создания Потому что Ну типа Камон Люди Чернокожие Существуют В США Очень много Но Основная Основной Посыл Что черные Нифига не создали Живут за счёт белых И ещё Типа возмущаются Но нифига Типа Блин президент Чернокожий Между прочим В США И до сих пор Рулит Обама Вообще Много там Профессора Есть свои Там и прочее Но Дело Тут не в этом Я Когда Этой темы Коснулся Я как раз таки Тоже Пытался донести Когда В эту тему Покрутился Увидел Ну Как Как мы это видим Допустим Я Прихожу На На торрент Я скачиваю Фильмы На торренте Допустим Скачиваю Смотрю комментарии И люди Как бы начинают Покрут по этому Поводу Что Темнокожие Актёры Типа их не должно быть Более того Даже Мультсериалы Типа Какий-нибудь там Ведьмак Или ещё что-то Там То есть Который снимает Вот этот кто Блин Я не знаю У меня машинка шумит Я Не знаю Будет слышно Наверное Наверное Надо прерваться Вроде бы Этого Машинная стиралка Выжимает Вроде бы Этого Не должно быть слышно В гарнитуру Но Я Беспокоюсь И Я подождал Сейчас Для вас Это конечно Незаметно Потому что Сейчас Есть пауза В ОПС Через которую Я записываю Прогресс Так сказать Что Что касается Вообще Ну как Владик допустим пишет Что типа не канон И люди возмущаются Что типа Чернокожие В фильмах Средневековья Даже Когда речь идёт О фэнтези Люди возмущаются Это очень примитивно И тупо То есть Это Фэнтези Мультсериал А И люди Возмущаются Что там допустим Чернокожий Что не должно быть Там В мультсериале На тематику Средневекового Фэнтези Так вообще Магии нет В этом мире Блин Вообще драконов Нет Ничего нет А тут они видят Как бы Чернокожих Типа Рисованных даже И они возмущаются Это так тупо Чернокожие Которые В США Блин Живут Они Намного Прогрессивнее И умнее Продвинутее Уже Чем Люди Которые Возмущаются По этому поводу Во-первых Во-вторых Или даже Во-первых Все люди Произошли из Африки Исторически Прошло Прошло много Времени Когда люди Расползлись По всем Там Материкам Ну где-то Развитие Шло отдельно Скажем там В Южной Америке В какой-нибудь там Или в Северной Америке Скажем там Допустим Отдельно Шло развитие А В Европе И в Азии Люди Пришли Все равно Из Африки И В В древней Европе Там Какой-нибудь Железный даже Не говоря уже о каменном Не было таких Белых европейцев Люди Достаточно Были Темнокожими Они не были прям Такими Африканцами Но они были Темнокожими Вопрос Углубляться Погружаться То Можно Узнать Что Ученые Это определили Люди были Достаточно Темнокожими Раньше Давно Потом Шло Шло время И Европейцы Все больше Осветлялись Но Особенно Меня Удивляет Как русские Возмущаются Как будто бы Это они Сериалы Там Нетфликс Амазон Это они Создают Там Создают Такие же Темнокожие Трудяки Работяки Которые Они создают Этот контент Есть Темнокожие Продюсеры Есть Темнокожие Чернокожие Бизнесмены Которые Выделяют Деньги С чего С чего Вы решили Что Вы решаете Какие Там актеры Должны быть Если Даже Вы Вообще Не участвуете В создании Вы Бесконечности Бесконечности Случайности Бесконечности Вселенной Вселенная И люди Возмущаются Должно быть Вот так У нас Там Вот Вы Про Средневековье Показываете Там В средневековой Европе Не было Негров Только Они могли Там Быть Вообще Там Только Рабами И то Даже рабов Не было Но Просто Для США Это Передовая сторона Откуда Идет Вся культура Создается Видеоигры Передовые Передовая Культура Сериалы Вот эти Для них Эта тема Очень серьезная Они Сами Знают Как им Разбираться Со своей Историей Для них Тема Рабство Очень серьезная И Вот это Африканское Население Которое Привозилось Из Африки Оно Было Очень угнетаемым Просто Люди Которые Как раз таки Особенно Здесь В России Возмущаются До сих пор В России До сих пор Гребостное право Мы Эту Как бы Историю Еще не Прошли То, что прошли Там в США И уровень Свобод Ну Непонятия Здесь В нашем В нашем И просто Ну Насколько это Примитивно Тоже Еще раз Вернусь Цепляться Что должно быть Вот так Вот А не иначе Ну Это такая Чушь Это Мне даже Слов не подобрать Но Насколько это Мелочно Насколько это Мелочно Примитивно Сейчас Вот Китай Выходит Как бы Вперед Среди Цивилизаций Раньше У Китая Были большие Проблемы Потому что Эпоха Была тяжелая Человечество Всегда воевало Китай Окружало Много Японцы То есть Много Агрессивных Других стран А Китай Цивилизация Древняя Много Людей Большая Территория Везде Не уследишь С одной стороны Монголы С другой стороны Японцы Там Еще кто-то Там Даже Из Сибири Какие-то там Народы Короче Все вот Приходили И Постоянно Китай Там Крупные города Сжигали Там Вырезали Крупные города Китайские Там В Средневековье Там В Древней Китае Тонул В крови Там В Человеческих Трупах В Человеческом Жире Блин Это не страшное Время Это кстати К тому Что люди ноют Опять же На поводу того Как сложно Типа Жить В современном мире Ни фига Чем современнее Мир Тем лучше И сейчас В эпоху прогресса У Китая Появляются возможности Выйти вперед Потому что Эпоха Глобальных войн Уходит И Появляется Возможность Развиваться Это Я к чему Все веду К тому Что В мировой Культуре Уже Начинает Доминировать Азиатская Культура Появляются Видеоигры Высокопюджетные Фильмы И Которые С Азиатами Такой Азиатский Контент И Вы Никуда От этого Не денетесь Хоть сколько Вы Возмущаетесь Такова Тенденция Если Ты бизнесмен Если ты деловой человек Что Ты будешь Делать Для Для Аудитории Где Ты получишь Большую Вгоду Вся Культура Весь Все Это Бизнес И Чем Больше Ты Зарабатываешь На своем Творчестве Тем Круче Ты можешь создавать Так У меня Ушенька Снова Завелась Выжимать На самом деле Не могу сказать Что меня Прям Расторажает Я просто Беспокоюсь Что Это Будет Слышно На записи Она Отжимает Шумит Сейчас по второму разу Отжимала У меня сейчас Очень большое спокойствие Такое У меня Ну Я знаю Что раньше У меня был очень Ну знаете Гнев Нарастал бы внутри Что Я записываю Моя машинка Моя стиралка Она мне мешает И ты Такое начинаешь Беситься Сейчас такого нет Конечно Связано это С разными Причинами У меня меняется В принципе И мое Мировоззрение Мироощущение И Не знаю Это Как бы Даже Режим Там Если учесть Что я Каждый день бегаю Это Часто Вы могли бы Слышать Допустим Чтобы все свои эмоции Там Испавляться Ну В зал надо ходить Многие говорят Про это Питнес-блокеры Что Если ты ходишь в тренажёрку То все твои Негативные эмоции Остаётся там Потому что ты Устаёшь Как бы Тяжёлая работа В общем Наверно Буду заканчивать Тему Вот с этими С темнокожими Я начал говорить Про азиатов Что Всё равно Будет всё больше и больше Становиться азиатов В том числе именно В западном В европейском В американском И Кинематографе Это уже есть Уже Там Какой-то был фильм От Marvel Где Азиатский Супергерой Потом Ещё Какой-то DC По-моему Какой-то Костюм жука Там Индиец Это сделано Потому что Основные деньги Уже Там То есть Индия Вот эти вот Те страны Вот этот Как это называется Ближний Восток Там Они Ну Многочисленные Китай Там Поэтому Работать На эту аудиторию Очень Выгодно Ты получишь Гораздо Больше Выхлоп Ну А кто? Вы что ли Застаёте? Вы что ли Даёте деньги? На создание Там На кинематограф На всё это Да? Нет Ты никуда Не денешься Ты должен Если ты делаешь Бизнес Шоу-бизнес Ты должен Делать там Где выгоднее По-другому Не работает Потому что Если ты будешь Делать там Где не выгоднее Ты будешь всегда Ползти сзади Ты не будешь Развиваться И ещё раз Вот Самое главное Вот Эта Выдуманная Вселенная Которая Идёт из Бесконечности И уходит куда-то В бесконечность Которая 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 Существует В бесконечной Бесконечности Таких же Вселенных Реальностей Таких же И ты такой Сидишь И на серьёзных щах Возмущаешься Да как это так? Вот Фильм про средневековье Чья-то фантазия И в ней Существуют Негры Это Это невозможно Так Не может быть Знаете У меня Ну Давно Как бы Так сложилось Что я Я Я тоже Когда был молодым Искал В голливудских фильмах Что-то там Но потом я понял Это Это же Фантазия Это просто Фантазия И она Чем она Нереалистичнее Тем Интереснее Смотреть У меня Не было Претензий К мультсериалам Когда я Смотрел Мультсериалы Там Какие-то Американские Почему У меня должны быть Претензии К Американским К Трансформерам Каким-нибудь Я обожаю Трансформеров Люди На серьезных щах Предъявляют Претензии Трансформерам За Нереализм Камон Это Фантазия Если вам Я много про это говорил Если вам не нравится Чья-то Фантазия Отключите Интернет Не хотите В кинодиатор Просто Лежите И фантазируйте Свои Фантазии В своей голове Это тоже легко Вы же не делаете Так Вы же хотите На готовое Уже Тогда и смотрите Готовое Никто вам не обязан Еще что в завершении Хочу сказать Для меня Эта тема Уже не актуальна Я уже Прошел Прошел это И закрыл Потому что Там В этой тематике Возится Для меня Как бы Ну Примитивное Заобщество Как бы Ну Дети Я же не пойду Не буду с ними Вот Им тоже Что-то объяснять Это бесполезно Они еще Не находятся На этом уровне Развития Чтобы Что-то им Объяснять Если бы Это было Для меня Тоже Выгодно Если бы Это была Хайповая тема Я бы за это Взялся бы Начал бы Раскрывать Тематику Вот Отдельно Канал Сделал бы На ютубе Скажем Начал бы Поднимать Тематику Расизма Что Ну С чего Вы такие Расисты А может Наоборот На другую сторону Другую сторону Принял бы Ну То есть Из этого Можно Какой-то Инфоповод Вытянуть Да На данный момент Но Что я хочу сказать Чтобы Вы не относились Серьезно В принципе К тому Что я говорю Потому Что Мой канал На данный момент Вот ASMR Это развлекательный контент Раньше У меня был Как бы Канал Тоже до этого Где Он как бы Был и ASMR И в то же время Разговорные видео Я делал Как бы Воспринимать То что я говорю Шепотом Очень В серьез Ну Тоже Глупо Я озвучиваю Конечно же Свои мысли Ну В принципе Я даже могу сказать Что Эта тема Она Не заслуживает Серьезного Внимания Потому Что Ну Вот В этой теме Возятся только люди Которые ничего не решают Это просто Возмущаются люди И все Они ничего не решают Им все равно То что дадут Как я уже говорил Эти люди Никогда не будут Фантазировать свои фильмы В голове Они все равно Будут есть То что им дадут С ложечки готовые И как бы В эту тему Погружаться Для меня уже Ну На серьезных тоже Щах В серьез Смысла нет Поэтому Вот Это просто Видео Ради видео Это Ради 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 Не ради поднятия этой проблемы, потому что проблемы нет. Она есть только в головах тех, которые не готовы, которые они ещё внизу остались. Им кажется, что они что-то решают, что они возмущаются. Но это по-другому работает, они ничего не решают. Особенно эти, которые комментарии пишут недовольные. Это пупсики. Они ничего не решают. Будь то, будь то. 15 лет, 20 или 30 или 40 лет это пупсики. Вот поэтому то, что сейчас я говорю. В принципе, и поскольку вы являетесь моими служителями, вам не стоит относиться и погружаться в эту тему с головой всерьёз. И даже кому-то иди объяснять что-то, что вот, ты не знаешь, но ты должен понимать, что вот, даже в древней Европе люди были темнокожие. Только постепенно люди становились светлыми. Но это не важно. Вот этот разговор, это просто ради болталки. Владик ко мне обратился поднять эту тему. В моём понимании эта тема уже давно не глобальная и не актуальная. И ещё раз говорю, это разговор не ради поднятия проблемы, а ради ASMR болталки. Просто ASMR болталка. Меня ещё удивляет, когда люди всерьёз к моим нарисовам там относятся. Которые я говорю во время видео, которое называется там ASMR болталка. Как можно всерьёз относиться к тому, что сказано под названием ASMR болталка. Я не знаю. Но это опять же такие вот примитивные пупсики всерьёз относятся ко всему и начинают вот возмущаться. Ладно. Я вроде как бы тему раскрыл. Сейчас пойду свою вторую стирку доставать и развешивать. Всем любовь и благодарность. Я закончил.